После обращения жителей поселка Лопатина в администрацию Ленинского городского округа с жалобой на неприятные запахи в районе речки Гвоздянка, сотрудники отдела по охране окружающей среды провели тщательную разведку мест возможного сброса неочищенных бытовых стоков. Мы вышли на место, причем попасть со стороны стройплощадки мы не смогли, мы обошли через лес, нашли эту точку сброса. Собственно говоря, информация жителей подтвердилась, потому что именно в точке сброса были неочищенные, на наш взгляд, сточные воды. Имелся характерный запах канализации, грубые отходы находились в ручье, что подтверждало именно сброс или смешение ливневых и хозбытовых сточных вод. После обследования экологи обратились к застройщику и договорились о том, что приедут на стройплощадку жилого комплекса «Государев дом». Проконтролировать, как происходит отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, прибыл и первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. В запахах именно там, на что жаловались, в настоящий момент нет. То есть спускалась чистая вода, но при этом мы, наверное, оставим за собой право обратиться в экспертную организацию, чтобы взяли пробы той воды, которая, собственно, входит в нашу реку, для того, чтобы подтвердить чистоту этих сбросов. В ходе проверки выяснилось, что на территории строящегося комплекса есть хозяйственно-бытовая канализация. И сброс очистных сооружений осуществляется в соответствии с разрешительной документацией. Неприятные запахи были обнаружены только у реки в точке сброса. Но из коллектора выходили чистые источные воды. То есть мы думаем, что за это время, пока у застройщика был промежуток времени от нашей первой контрольного выезда и до сегодняшнего дня, у него было время, он привел территорию, вернее, разграничил все-таки эти стоки. Может быть, нашлось какой-то неорганизованный сброс, который к этому приводил к загрязнению. И эти стоки сейчас разграничены. То есть канализация течет на очистные хозяйственно-бытовые, а ливневые стоки очищены и стекают в ручей без названия, который впадает в реку Гвоздянка. Стоит отметить, что территория стройки замусорена бытовыми отходами и открыты люки. Мне было дано поручение о том, чтобы запросить всю необходимую документацию, определить баланс содержателя этой канализации, определить эксплуатирующую организацию, в чем она, оперативное управление и хозяйственное ведение находится. И, собственно говоря, выписать однозначное предписание с контролирующими органами, для того, чтобы привести ее в надлежащий вид, запросить всю документацию, которая есть. И самое главное, в данной ситуации мы запросили техническую документацию. У нас все-таки осталось сомнение о том, что вот эта хозяйственно-бытовая канализация и ливневая канализация нигде не пересекаются. Чтобы исключить возможность смешивания стоков и снять условные обвинения застройщика, будет организована экспертная комиссия. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.